Ударные вертолёты Ми-24 Хорошо известны во всём мире Они ещё долго будут служить в составе частей фронтовой авиации Однако на смену крокодилам уже готов прийти ночной охотник Рассказ о нём в фильме «Оружие» Опыт войны в Афганистане явственно показал Что армия нуждается в новом, более совершенном боевом вертолёте На замену «24» На те же мысли наводила информация из зарубежных источников В 1983 году американцы приняли на вооружение вертолёт огневой поддержки «Апач» АХ-64 «Апач» — основной боевой вертолёт армии США середины 80-х годов Создан для борьбы с танками противника в условиях высокой насыщенности поля боя Средствами войсковой противовоздушной обороны Может выполнять боевые задачи в сложных метеорологических условиях При плохой видимости днём и ночью Необходимо было срочно ликвидировать отставание от потенциального противника Командование советских ВВС объявило конкурс на создание ударного вертолёта нового поколения Стартовая идея, что ли, родилась тогда, когда стало известно, что вертолётчики Соединённых Штатов Делают специальный боевой вертолёт атакующий типа «Апач», совершенно верно И если говорить о истоках, то это конец 70-х, там средина 70-х годов Когда появилось техническое задание или пожелание Министерства обороны на создание подобного рода техники С совершенно определенными целями С целями работы этого вертолёта против бронетехники, против танков и так далее Дотов, дзотов, укреплённых точек Конструкторское бюро имени Михаила Миля в 1982 году представило свой проект Ми-28, по боевой эффективности, ничем не уступающий заморским конкурентам Вертолёт, вооружённый таким же внушительным арсеналом, что и «24-ка», значительно превосходил её по многим другим параметрам Весь тот опыт боевого применения по боевой живучести, по эффективности, по отработке систем вооружения Ну и по многим другим параметрам, который был на вертолёте Ми-24 Он соответствующим образом был осмыслен и применён на вертолёте Ми-28 Это касается, в первую очередь, кардинального улучшения характеристик боевой живучести Двухместный боевой вертолёт Ми-28 построен по классической одновинтовой схеме Габариты позволяют перевозить его на военно-транспортных самолётах Ил-76 без разборки Ми-28 – ударный вертолёт Название по классификации НАТО – «Хэван» Максимальная взлётная масса – 12100 килограммов Длина – 16,9 метра Высота – 3,8 метра Диаметр главного винта – 17,2 метра Силовая установка – два газотурбинных двигателя мощностью по 2200 лошадиных сил Максимальная скорость – 382 километра в час Практическая дальность – 960 километров Динамический потолок – 5800 метров Экипаж – два человека В качестве основного вооружения на борту размещены управляемые ракеты противотанкового комплекса «Атака» и поворотная 30-миллиметровая скорострельная пушка Это позволяет машине с максимальной эффективностью выполнять свою главную роль – истребителя танков Боевая нагрузка вертолёта – 1200 килограммов Она включает блоки неуправляемых ракет и авиабомбы различных калибров Контейнеры с авиационными скорострельными пушками Боевая живучесть Ми-28 обеспечена дублированием агрегатов с максимальным их разнесением и взаимным экранированием Применены такие неординарные конструкторские решения, как защита более важных узлов, менее важными, а также комбинирование разных типов брони Выбор материалов и размеров конструкции исключают катастрофические последствия для вертолёта при его повреждении в бою Боковые стёкла и лобовые представляют из себя броню, которая держит попадание снарядов натовских до 20 миллиметров Это пушки-вулкан И потом система спасения экипажа позволяет экипажу выживать при достаточно жёстких соударениях с поверхности земли с вертикальными скоростями до 13 метров в секунду Ни у одного вертолёта в мире не было и до сих пор нет столь мощной броневой защиты Вертолёт Ми-28 нельзя сбить из стрелкового оружия, это я заявляю вам официально Это подтверждено наземными испытаниями Вертолёт отстрелен, ну и так далее В общем, ряд параметров, допустим, стекло лётчика, которое на Апачи просто плексиглазовое и пробивается На 28-м это просто невозможно, стекло держит 12,7 снаряд разрывного, оно просто не рассыпается, с ним ничего не происходит Кабина держит снаряд 23 мм, то есть это практически как хорошее БМП с точки зрения защиты Или там несущий вин держит поражение лонжерона 20 мм и позволяет лететь То есть лопасть вращается, не отрывается, не ломается Такая же ситуация с рулевым винтом Впечатляющие результаты первых испытаний вертолёта позволили Министерству авиационной промышленности в феврале 1984 года Принять решение о подготовке серийного производства Впервые новый Милевский истребитель танков был продемонстрирован в 1989 году на авиасалоне Лебурже во Франции Машина привлекла огромное внимание зрителей и авиационных специалистов При благоприятном стечении обстоятельств армия могла бы получить Ми-28 ещё 20 лет назад Однако этого не произошло По результатам государственных испытаний советские военные специалисты решили Что представленная на конкурс вместе с машиной Миля одноместная боевая машина ОКБ Камова К-50 более перспективна И всё-таки программа по Ми-28 была продолжена Она предусматривала создание на первом этапе модернизированного дневного вертолёта Ми-28А А затем его ночного варианта Ми-28Н Однако этим планам не суждено было сбыться Время ушло Советский Союз прекратил существование Финансирование работ остановилось Изменились взгляды на боевое применение вертолётов Обозначилось отставание от конкурентов Которые создали подобные машины и работали над их модернизацией Мы поняли в середине 90-х Что конкурс этот привёл или завёл всех в тупик Когда вертолёт вот тот первоначально заданный Уже ничему не соответствует и бесконечно устарел И тогда это, кстати, стало понятно для Министерства обороны И поэтому в 96-м году появилось Простите, несколько раньше В 95-м году появилось техническое задание на облик вертолёта Который может летать ночью Там стрелять из-за укрытия Ну и так далее Много там особенных требований к боевой живучести Все силы и финансовые средства Милевцы направили на разработку ночного боевого вертолёта Ми-28Н Машина, получившая название «Ночной охотник» Стала ответом американскому летающему танку «Апач Лонгбол» Корпорации «Макдоналд Дуглас» В настоящее время Компанией «Макдоналд Дуглас» Производится новая модель вертолёта AH-64D Получившая название «Апач Лонгбол» Она оборудована современной системой управления вооружением Обеспечивающей ведение прицельной стрельбы с больших дистанций Основная составляющая этой системы Радиолокационная станция миллиметрового диапазона Установленная над несущим винтом Учитывая, что компоновка и конструкция Ми-28 Отвечали самым современным требованиям Решено было разработать для вертолёта лишь новую авионику Модифицированный вертолёт планируется как всепогодный Круглосуточного применения С принципиально новым комплексом бортового оборудования пятого поколения Сегодня в войсках США и ряда других стран находится «Апач Лонгбол» С БРЛС миллиметрового диапазона Эти же системы установлены и на Ми-28Н То есть это машина, которая по своему назначению, по своему составу бортового радиоэлектронного оборудования Система вооружения соответствует последней модификации «Апача» Более того, некие конструктивные решения, которые мы сегодня закладываем на этапе доводки этой машины Они не реализованы на «Апаче» Мы ничем «Апачу» не уступаем Не уступаем А вот по характеристикам боевой живучести мы их существенно превосходим А пилотаж мы выполняем всё то же самое, что и выполняют они Вот вертолёт Ми-28 – это единственный из наших боевых вертолётов Который выполняет пилотаж такой же, как выполняют и американцы Петли, бочки, перевороты и так далее и тому подобное Ми-28Н пилотируется в ручном и автоматическом режиме С огибанием рельефа местности на предельно малых высотах, как днём, так и ночью Поиск, обнаружение и распознавание целей также происходит в ручном и автоматическом режиме Одновременно для выполнения задания могут задействоваться группы вертолётов При этом порядок уничтожения целей и их распределение между машинами осуществляется автоматически Ну, я думаю, что 28-я машина Ми-28, как, в общем, некий новый шаг в боевой вертолётной авиации Позволит реализовывать очень много из того, что мы называем вертолёт Будущий вертолёт пятого поколения В июне 2006 года два Ми-28Н «Ночной охотник» принимали участие в командно-штабных учениях «Щит Союза-2006», которые проходили на территории Республики Беларусь Среди вертолётов семейства Ми самые большие в мире и самые маленькие Грозные штурмовики и безобидные транспортники История знаменитой марки продолжается в новых винтокрылых машинах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова